Хоть несколько дерзновенно, но скажу вам апостольским словом, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Чего ради? Того ради, что дело Божие совершаете, что в монашескую схему облеклись, что состоите под законом послушания и исполняете его каждодневно, скорбя, тесноту терпя, бедствия, печали, то в пощениях, бдениях, спаниях на голой земле, то в трудах и утомлениях по делам послушания вашего, в отсечениях волей, в нечаянностях приказаний, в немытии плоти, в ношении рубищ, неопрятных одежд и обуви, приложу в эпитимиях и отлучениях, и еще более, в непрестанных прирожениях, толчках, уколах, как бы ужалениях и устреляниях, видимо и невидимо поражающих нас от демонов, то блуда, то лености, то объедения, то непостояние мыслей и желания, и других неисчислимых страстей. Судите же сами, несправедливо ли я сказал, всегда радуйтесь. Ей, братья мои, блаженны вы и треблаженны, претерпевая все это ради Бога, это избрав и это лобызая. А отсюда что? Воссияет в сердцах ваших в будущем веке правда и множество мира, жизнь, радование и упокоение вечное, сыновление и наследие Царства Небесного. Что так благоумно, так доброхвально и так Бога блаженно взыскали вы и ищете, мир возненавидев и все, что в мире, от родителей и братьев, родных, друзей и знаемых, отторгшись, города, села, поля, дома и родины свои оставив, и к единому Богу Господу и Царю Славу прилепившись, благому и приблагому Владыке, Ему работая, Ему предстоя, Ему служа, Ему пая непрестанно. И у вас ни об отце и матери слова, ни о жене и детях забота, ни о рабах и рабынях попечения, ни о стяжаниях и имениях беспокойства, ни о чинах и отличиях борьба, ни о яствах и винах искрящихся, и ни о других плоских удовольствиях хлопоты, и ни о чем земном и тленном, но единой богоугодной жизни и наследования обетованных на небе вечных благ. Не достойно ли потому возлюбит вас Бог? Не достойно ли наречет вас чадами? Неправильно ли в день тот скажет вам «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам от создания мира?» Таковы подвиги ваши, таковы ваши искания, таковы надежды. Потому я опять скажу «Радуйтесь всегда!» 143. «Наш подвиг подобен бегу на ресталище, как указал святой Павел. Но здесь два бега, определяется небольшое пространство и назначается недолгое время. А в нашем подвиге путь простирается от земли до неба, и время определяется целой жизнью, после которой раздаются и венцы победителям. Зрителями наше состязание имеют тысячи и тьмы святых ангелов, подвигоположникам самого владыку всяческих, но не приступном престоле славы своей воссидящего, противниками злокозненных демонов, всячески покушающихся положить нам препоны, сбить с ног и погубить. Судя по этому, сами видите, сколько надлежит нам быть внимательными и осторожными, заботливыми и неутомимыми, чтобы не только добре начать течение, но и совершить его. Начать только никакой не принесет нам пользы, если с юношеской живостью и с мужеским постоянством не будем простираться в переднее, но и это не означает еще победы, если с тем же рвением и напряжением не будем течить до самой смерти, хотя бы жизнь наша протянулась и очень долго. Будем же, братья и отцы, тещи еще и еще, будем стремиться в переднее дальше и дальше и спрашивая помощи и силы свыше от человеколюбивого Бога, чтобы и добре тещи и успешно достигнуть предназначенной черты или меты. Страшнейший подвиг указало нам Слово Божие, добре текущему побеждающим, обещающий неизреченную радость и славу, а нерадивым веспечным, которые или с места не движутся, или останавливаются перед препятствиями и самовольно уклоняются с пути, угрожающий бедственнейшей и ужаснейшей участью, имеющий уши слышит, да слышит, говорит Господь. Слушайте же это чадо и внимайте. Теките бодренно и осматривайтесь зорко, зная, что лукавые демоны всегда готовы стать нам поперек дороги и устроить нам преткновение. Ведайте, что никто не может добрить ищи, если не обнажиться от всего облежащего, удержав только нагрудник веры, разумея не только оставление всякого внешнего имущества, но отстранение и внутреннего разнообразия помыслов и пожеланий земных. В нашем состязании никто не может иметь успеха, если не обучить тело, довольствоваться малой пищей и питьем, если вместо елея не намаститься твердостью и неутомимым терпением, если не пройдет, как некий гимнастический курс, испытательные упражнения перед приятием схемы. Во время же течения никто не должен мешать другим сподвижникам, ни завидовать им, ни наветовать, но умы очень устремленными иметь на то, как бы достигнуть благоуспешно предела течения, прилагая усилие к усилию, рвение к рвению, воодушевление к воодушевлению, не озираясь ни направо, ни налево, ни внемля по хвалам, не увлекаясь тщеславием, ни малодушиствуя при утомлении, при понах и столкновениях, ни падая духом от преткновения, чтобы таким образом, не исполнив преподобность смиренно-мудро, братолюбно и искренне по успешному окончании течения сподобится нам получить обетованное воздаяние от Господа нашего. Придите, движимое желанием, общий всем полезного, воспримем теплейшее рвение о спасении, станем все делать подобающее, желать должного, искать благотворного, малое и великое, начинающее и старце, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, сделаем из себя сосуды избрания, творящие святыни в духе, бегая с лучиев ко греху, не допуская гордости, прислушания, сластолюбие, платолюбие, стремясь обогатиться добродетелями, смирением, послушанием, чистотою, братолюбием, отвергнем далеко от сердца нашего плоские и сластолюбивые склонности, пресечем поблажающие этому сношения, не только со внешними, но и со своими внутренними, разумея то, чтобы не иметь к одному брату большую любовь, чем к другому, ибо такая любовь лукава и Богу ненавистна, по видимости, будто братская по существу же сатанинская. Знаете, как много засад у дьявола и как хитро сплетенность сети его, и что никто не избавится от них иначе, как через исповедание помыслов и желаний, с верою к руководителю своему, сопровождаемую смирением и послушанием. Те, которые шествуют не этим путем, падают, падали и прежде, как читаем, этому же последующие закону явились блестящими в мире светилами, избегши тьмы греха и дьявола, поправши умершлением своих желаний. Умоляю же вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа умудритесь во спасение свое. Каждый, какой страстью и томим бывает, против той должен и подвиг воспринимать. Против зависти, например, противозависный подвиг, именно ненависть к здешней мгновенной славе, потому что эта страсть зарождается от желания показаться лучшим ближнего чем-либо, или живостью ума, или мелодичным псалмопением, или приятным чтением, или другой какой способностью, духовной или телесной. И зародившись сожигает медленным огнем, истощает и снедает, но будучи друг другу членами, так как одно тело есть, будем сорадоваться друг другу, почитая своим все, чем отличаются другие. Ибо когда один один другой другим, третий еще иным чем отличается, все же суть одно тело, братство, то всем этим братство все отличается и является всесовершенным. Честь чего и на каждого переходит. Тот мелодичен, а ты громогласен, тот читает внятно, а ты понимаешь читаемое скоро. Иной сообразительнее умом, а ты способнее ходить по делам. Иной еще полезнее к распоряжению работами, а ты более охотен на послушание. И последнее гораздо лучше первого, потому что кажущаяся быть чем-то перед тем, что действительно есть таково, ничто же есть. Что мелодия, или доброгласие, или чтение, или быстроделие, или каллиграфия, или музыка перед блаженным и прелюбезным смирением и послушанием, перед благостью и простотой, перед кротостью и тихостью, перед незлобием и безропотностью, перед боголюбием и действенной молитвой, перед другими добродетелями, которых стяжание ей сделало произволение и искание, хотя бы кто был без голоса, не умел печь, дурно читал, был косноязычен, косоглаз, дурен лицом, хромоног. Так благой Бог наш для всех нас сделал удободостижимым и удободоступным благо добродетели, поставив его в зависимость не от телесных преимуществ, а от душевных расположений, в которых оно и засеменяется, и возрастает, и достигает совершенства. Будем довольны тем, что есть в нас, радуясь и тому, что есть у каждого из братьев, единясь между собой и сочетаваясь в жизни по Богу со всяким благоустроением. Видите, братья, что мы множимся, и надо, чтобы все у нас было благочинно, ибо если и малое, что выступит из своего чина, весь состав братства приходит в движение и колеблется, теряя свою красоту добродетели, как бывает и со всяким другим обществом. Для нас, собравшихся воедино о имени Господа нашего Иисуса Христа и состоящих в чине ангельского жительства, неотложно обязательно полное во всем благочиние, разумея и то, что без шума и смятения петь и молиться, стоять и переменять место, сидеть и вставать, спать и просыпаться, не сходить и восходить, молчать и говорить, есть и пить, входить и выходить, спрашивать и отвечать, сходиться и расходиться, искать и давать, услуживать и принимать услугу, полагать и держать, одеваться и раздеваться, обуваться и раздуваться. Все это, видимо, деится у нас каждодневно. Когда во всем этом соблюдается благочиние, тогда все братство наше, как море некое покойное, представляется, хотя движущееся, но кроткими волнами движения, как духом святым производимыми. Когда же по невниманию привнидит какое-либо нестроение, тогда оно как бы с сильными ветрами и ураганами воздымаемое метется и кипит волнами. Не это ли видится у нас, когда между вами поднимается шум, крик, смех и говор, как недавно при раздавании святой агиазма и во время выхода из трапезы, когда четыре благочинных едва успели восстановить должный между вами порядок? Не так, чадо мои, братья, не так. Ведомо вам, что сказано о воле Божьей, что она есть не благая только, но и совершенная и благоугодная по благоустроению многих. Это, впрочем, сказал я вам не в укор, а в напоминании о прежде бывшем, чтобы вперед и избегались подобные случаи. Господь же мира и Бог всякого утешения, содержащий в чине все небесное и земное, да дарует вам силу и крепость ко всякому благому делу и движению, ко всякому миру и единомыслию, ко всякому благочине и тихости, в искренней друг другу любви, да обрящемся и в день откровения его ликом святых и сонмом освященных со всеми святыми от века ему благоугодившими. 145. Продолжайте же вашу добрую куплю и ведите до конца ваша Господи путь, намощая себя илием кротости и терпения и перенося всякого рода подвижнические тесноты, за которые уготавляется пространное наслаждение вечными благами. Какие же это тесноты? Те самые, которые вы каждый день на самом деле имеете. Бдение и псалмопение, труды рук, малоясие, малопитие, последовательно одно за другим прохождение, послушание, благочиние в стоянии в церкви и в порядке пришествий, в поступе, в одежде, в обуви, в покровах, скорби, от лишений, от предпочтения, от презрения и всего подобного. И справедливо свидетельствуют многие святые отцы, прежде же всех свидетельствует святой Василий Великий, что состояние послушания есть настоящее мученичество. Но смотрите, какое нам от этого благо и какое зато воздаяние неувидаемой венцы правды, наследие Царства Небесного, сыновление, нетление, бессмертие и всякое другое недомыслямое блаженство. Так а вы, имея обетование, братья мои, еще и еще переносите приближающий вам труд подвижничество, не устрашаясь прилучающихся подсказновениями некоторых, не падая духом от встречаемых трудностей и печалей ради нашей по Богу жизни, ибо если здесь не попечалимся, то и в день тот не будем обрадованы, если здесь не потерпим тесноты и не постинаем, то не встретим простора и веселья в будущем веке. Но чем более здесь попечалимся и поскорбим, побеседуем и поугнетаемся, тем больше и там встретим утешения. Вместо печали получим радование, вместо бедности – богатство, вместо малых стяжаний земных – многие стяжания сокровищ небесных, вместо телесных болезней душевных – благоустроение, вместо оставления мира – Господнее призвание к нему самому. Ибо каково и калика будет нам, когда услышим блаженный тот глаз, зовущий и говорящий, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам от создания мира». Почему, если б надлежало нам каждодневно умирать в любви ради Христовой, предпочтем это и предадим себя бить, сжечь, рассекать и всякие муки терпеть, как терпели святые мученики? Ибо ни одно им подобало любить и лобызать, а другое – нам. Но один у нас в подвиге одно стремление, так как и мы по естеству одно есть. Божие создания в мир вводимые для одной цели – прославлять Бога через исполнение святых заповедей Его. Членов же отсечения, кровей, излияния и муки и тиранов не всегда и всюду имели место. Мы сподобились вступить в настоящий подвиг высокого жительства в послушании и подъемлем им ученичество иным образом. Вместо отсечения членов отсекаем волю свою, вместо излияния крови извергаем греховные помыслы и пожелания. Вместо тиранических мук терпим нападение бесов и неприязни со стороны мира. Почему не суетной надеждой надеемся в будущем веке получить счастье вместе со святыми мучениками? 146. После землетрясения бывшего у нас вчера, ни о чем другом не уместнее нам беседовать, как о нем. Именно. Отчего оно и для чего бывает? Из еленов одни одно, другие другое говорят. Нам же божественно Давид изъясняет это, когда говорит о Боге, презирает на землю, и она трясется, прикасает к горам, прикасается, и они дымятся. 157. Как, когда Господин обращает гневный взор на раба, раб приходит в трепи, так истинно Владыка всего и Творец, перед которым все твари предстоят, как рабы и рабыни. Когда восхочет показать правильное негодование свое на нас, за грехи наши, всевидящим оком силы своей грозно возревает на тварь, и она трясется, чтобы мы, устрашившись и вострепетав, как рабы, навлекшие на себя гнев, уцеломудрились и обратились к исполнению его заповедей. Вот, братья мои, как страшна сила его, каково проявление негодования его и ярость гнева его. 158. Если настоящее такое, то каково будет будущее во время скончания всего? 159. Ибо сам он говорит с угрозой, еще раз потрясу небо и землю, показывая необычайность того, какой страх узрец и какой трепет будет тогда, когда земля отдаст всех от века умерших, 169. Когда небо сорьется, как свиток, спадут звезды, изменится светило, и звук трубы архангельской пронесется над всеми живущими на земле. 169. Когда и сам Бог наш явно приедет с тысячами тысячи тьмами тем ангелов и архангелов и высших сил, шествующих перед лицом его. 171. Когда престолы поставятся, сядет в судилище, и неподкупный судья и владыка обнажит все сокровенное, пережитое нами. 182. Когда по совершению всего этого во мгновение ока произнесется великое и страшное решение, призывающее праведных царство небесное и жизнь вечную, а грешных отсылающее в огонь вечный, во тьму кромешную и страшную бездну ада. 193. В тартар мрачный, к червям неусыпающим, наскрежет зубов и все другие грозные муки. 204. Кто снесет все такое, братья? 215. Кто стерпит такие страхи и ужасы? Кто устоит перед этим подавляющим и выступлением приводящим событиям? 226. Видеть небо раздираемое, землю потрясаемую, множество ангелов и самого Господа и Бога, грядущего на облаках, судить всю землю. 226. Но ведь не вдалеке, а близ есть это ожидаемое, судья при дверях, вот жених, выходите навстречу. 237. Но если имеем светлые светильники, чистоты или милостивости и любви в достаточной мере, благо нам, мы встретим жениха радостно и войдем в чертог его. 248. Если же нет, то отосваны будем от дверей тех, которые на стук наш не откроются нам, зле мудрствовавшим, дремавшим и спавшим, и оказавшимся неготовыми. Почему, чтобы этого не случилось с нами, пробудимся спящие от сна беспечности, восстанем расслабшие от уныния, отрезвимся пьянеющие от срамных помыслов, очистим души, оскверняемые нами неуместными похотениями, утвердим сердца крепкою верою, у кого они поколеблены двоедушием, изменчивостью и плотолюбием. Добрые же текущие будем тещи еще так же, светлые еще просветимся, чистые еще более очистимся, ревностные еще более возревнуем, добродетельные еще более возлюбим делание добра. Смиренно мудрые еще более вас смиренно мудрствуем, послушливые еще более станем послушны. Все все доброе будем творить и всякую заповедь исполнять, да достойными окажемся войти в чертов жениха душ наших на нескончаемую радость. 147, стр. 301, 4 том Добротолюбия, Святого Феодора Студита, наставление монахам. Не посрамим пройденных уже нами подвигов настоящими деяниями. Как бы положивши только начало, будем ревностно исполнять всякий долг и всякую добродетель, свет к свету воспринимая и от славы в славу восходя, что и достигнется добрым нашим во всем поведением, когда будете облечены в одежду смирения, будете украшаться послушанием, являть деятельную любовь и кротость, бегать в свои воли и самоугодия, от которых смерть, лукавство, первенство любия и славолюбие, в коих скорые погибели, от которых пали все падшие от века до ныне на этом поприще послушания. Ныне, как уже очистившиеся от всяких терний плевел и волчец, будьте доброплодны и новою покажите жизнь, ничего в нее не внося от мудрования приткнувшихся, чтобы иначе и вам не пострадать того же. Все будьте искренни и чисты, все переносите благодушно поношение, уничижение и брань, все являйте твердость в борьбе за добро, воздержание и постоянство. Ибо в этом ученичество жизни в послушании, и все потерпевшие его получат венец правды. Как горящей любовью ко Христу, искушенной напастьми и бедами, переносите доблестно все, каждодневно случающееся, и теките тою воистину золотой жизнью отцов наших, которой не встретим прислушания, гордости, противоречия, продерзости, поношения, смуты, но где владычествует мирное ангельское состояние, покоящееся под веянием духа. Вы знаете, что то, что я говорю, истинно благо, если благо, то и достолюбезно. Если достолюбезно, почему и нам не полюбить того, не пожелать и не постараться приобресть? Обыкновенно бывает так, что когда кто говорит о чем грешном, то, сказав однажды и дважды о том, располагает слышащих к худому. В отношении же к добру, и много раз сказавши спасительное, едва успевают чьего-либо привлечь к тому внимания и расположения. Так трудно прививается добрая к истисву человеческому. Напротив, злое очень удобно приемлемо для него. Идти путем добрым тоже, что восходить на гору. Сколько тут трудов, неудобств и неприятностей. Напротив, путь грешный тоже, что спуск с горы, легок и преград не видно по быстроте хода. Потому на добром пути потребны и особенное чщание и руководство и предосторожности. Тут ничего не следует иметь в виду земного и тленного, а только одно небесное и вечное, если желаем восходить, а не нисходить. Ибо как у восходящего на высоту, если он посмотрит вниз, происходит некое омрачение. Так и у того, кто, восходя путем добродетели, прилепится вниманием к утехам земным, омрачается око душевное. Горе смотреть нам надлежит, потому что там глава наша Христос Господь. Там сокровище наше и жизнь вечная. Не будем ослабевать восходя, не падать духом, видя высокость восхождения. Достигнуть конца нам самим не по силам, но близ есть помощь Божия и Его заступление. Мы вступили на путь этот и преуспели, и каждый из нас соответственно своему рвению и труду. Стоит теперь на такой или такой степени добродетели. И мы душевными расположениями разнимся между собой и более, нежели видом тела. Ибо один более, а другой менее теплево возлюбляет смирение и послушание. Или один отличается даром любви к ближнему, а другой усердным присмотром за многими. Или по рукодельным послушаниям, или по работам полевым и домашним. Или по удовлетворению потреб, каковы, например, эконом, киларь, трапезарь, сапожник, портной и другие. Всякое у нас путем Господним идет, и всякого пути этот приводит к венцам нетленным. Будем только терпеливо и смиренно переносить труды, поты и тяготы делания, бдения поста, псалмопения, равно как холод, худобу одежд, и обувь, и прочие неудобства. Свидетель Бог, что я неравнодушно смотрю на это, жалею вас, со стражду вам, и сколько сил есть забочить заставить покой всем вам. Но сами видите, что дело немалое, стольких одеть и обуть и упокоить. Впрочем, на то ведь мы и пошли, чтобы голодать, жаждать, наготствовать, нищенствовать, и любви ради Христовой, по которой божественный апостол жил в голоде и жажде, в холоде и наготе и в других лишениях. И не он только, но и все святые прошли в милотях, в козьих кожах, терпя лишения, скорби, озлобления, скитаясь в пустынях, в горах, в ущельях и пропастях земных. Если же они так, как же мы иначе живя, одинаково и с ними чести сподобиться можем? Никак. Но если кто видит себя в каком-либо из исчисленных лишений, да радуется, что приобщился части святого. Так должно смотреть на все каждому и все принимать с благодарностью, как от Бога подаемое через распорядителей, без всякого ропота или охуждения. Если так будем действовать, блаженны мы, братья, ибо за это сподобимся упокоения там, где нет болезней, труда, лишений и печали. Сто сорок девять. Не роди, не зародившись, мало-помало увлекает, не внемлющего себе в ров погибели. Когда начнет кто тяжел быть на подъем для дел своих, противоречив при назначении послушания, уклончив от исполнения их, тогда враг снабжает его внушениями и возбуждениями к совершению преступных дел. И он, склонившись на то, не только сам падает, но и других сбивает на то же. Увы, что это делается? Кто побеждает демон? Как? Как пристыжаем мы хранителей наших святых ангелов? Как прилагаемся мы на сторону супостаток, постыжению великого Бога нашего доброго пастыря, давшего себя за нас в искуплении крестом и смертью? Как возрим мы на лицо его? Как стерпим гнев его? Не найдется мука соразмерная с нечестием нашим. Другие восхищают царствие небесное, а мы похищаемся душегубителем нашим. Другие являют твердость мучеников, а мы подвергаемся падению отверженных. Другие возвышаются до небес, а мы не сводимся до преисподних земли. Другие полагают в сердцах своих восхождения по степеням добродетели, а мы устрояем в себя нисхождение по степеням пагубы. Уже ли не отрезвимся когда-либо? Уже ли не очувствуемся? Ею умоляю вас, поспешим к делу, возьмемся за подвиги, потечем путем Божиим, избегая причин, приводящих к падению, и совершая все боголепное и преподобное, не рассуждающее послушание, неослабный труд в рукодельях, смиренно мудрую веру, чтоб все и делаемое, и мыслимое открывать на исповеди, скорое запрещение непотребным помыслам, в самом начале нападения демона говоря, «Отойди из глаз моих, сатана!» Сласть или похотное влечет он, или к отступлению возбуждает, или к лености клонит, или нетерпеливость наводит, или восставляет против веры, ибо он всегда и всюду устрояет засады, сети ставит, ямы роет, не спит и праздник не бывает, ни пищи, ни питья, ни другого чего не ищет, одно у него и дело, и ночью, и днем, губить души наши. Против него же первое и главное у нас оружие, откровение помыслов с Божьей помощью и заступлением. Не будем же расслабляться и передавать себя падению. Пусть велик он силой греха, пусть хитр в способах влечения ко злу, пусть злобен по естеству и один изобретатель и делатель нашей пагубы, но не убоимся его.